привет мои дорогие зрители совсем недавно на канале лесорулит выложили видео об одном из вариантов кроссоверов до 1 миллиона рублей и это вызвало горячие обсуждения в комментариях вы предлагали свои варианты а также просили меня рассказать еще какие автомобили можно купить приблизительно в этом бюджете годы назад когда меня спрашивали а что если в ограниченном бюджете купить какую-то новую китайскую машину я всегда говорила ребята зачем это вам зачем лучше уж возьмите годовал или 2 годовал и какой-то другой автомобиль более известного узнаваемые понятного бренда сейчас же времена изменились и некоторым китайским производителям удалось сделать то что вполне можно назвать интересным автомобилем и сегодня давайте попробуем посмотреть и объективно оценить что это за зверь такой новый черри тига 7 ребята и как всегда в видео спрятано несколько двадцать пятых кадров смотрите видео ставьте лайк и указывайте тайм-коды в комментариях и заберите свой видеорегистратор silverstone победитель прошлого выпуска как всегда в закрепленном комментарии раньше на китайскую машину смотришь и думаешь ну вот вы вообще как нормальные вы взяли и тупо передрали дизайн например мазды трешки или там porsche cayenne или на других китайцев посмотришь и думаешь блин ну лучше бы вы передрали дизайн трешки или porsche cayenne сейчас конечно они себе такого не позволяют по крайней мере некоторые производители это просто автомобиль просто на самом деле вполне симпатичный кроссовер единственная вещь которая мне повеселила и порадовала это то что смотрите где у нас повторители поворотов мы привыкли их видеть точно не вот здесь здесь он для меня воспринимается приблизительно как ухо где-нибудь под ребром нет не то чтобы это как-то раздражает просто скорее необычно в остальном вполне симпатичная морда вполне симпатичная задняя часть кроссовер как кроссовер безусловно про него сказать что он страшный как собака ни в коем случае нельзя просто обычная вполне симпатичная современная машинка слышь ты не ори на меня сначала я хотела для вас открыть машину для того чтобы показывать силовой агрегат и начать рассказывать о моторах но вспомнила про очень ну нам как мне кажется в чем-то полезную фишечку когда вы нажали кнопку на забыли ключ внутри хотите уже уйти автомобиль вот тем вот навязчивым пик пиком сообщает вам о том что я не закрылась потому что ты уважаемый ключ внутри забыл под капотом здесь может быть два мотора 1 который у нас сейчас установлен в автомобиле это двухлитровый 122 лошадиные силы он может идти вместе с какой же тяжелейший капот автоматической трансмиссии а именно вариатором которые у нас и установлен но также есть полутора литровый турбомотор 152 лошади так вот он идет только шестиступенчатой механикой я сначала подумала кто же купит эту машину с полутора литровым turbo мотором и только на механике она же не для гонок вообще но потом узнав какую информацию я поняла что будет и она продаваться и почему я скажу вам как раз таки в конце программы у у этого автомобиля расход получился но что-то между 11 и 12 литрами 92 бензина который кстати подходит и для младшего и для старшего силовых агрегатов а в бак здесь вмещается 57 литров рядные четырехцилиндровые бензиновые агрегаты с распределенным прыском топлива 2 литровый без турбины полутора литровый с турбиной как это выглядит да вот так это выглядит всем своим видом всеми своими настройками всем своим поведением эта машина подчеркивает я обычный городской кроссовер я обычный городской автомобиль не пытайтесь из меня что-то там выжимать не надо давить вот наверное на механике с турбомотором она будет более динамичной не будет вот этого шума на разгоне и вообще ощущение автомобиля будет иными но вот у этой машины с вариатором просто городской просто спокойный просто автомобиль если кого-то интересует паспортные данные то вот эта машина разгоняется до сотни за 12 8 секунды а то что с турбомотором на механике за 10 половиной секунд я когда первый раз открыла эту машину на центральной стойке не может не броситься в глаза qr-код естественно я его отсканировала и что в итоге я увидела вы узнаете в конце программы сейчас комментариях попробуйте догадаться для чего здесь qr-код и что я увидела считав его сзади место и правда достаточно много у нас переднее сидение сейчас отрегулировано под евгения метр девяносто так между прочим и если я пересаживаюсь за него передо мной еще остается даже сантиметров пять перед коленями ну и здесь я тоже сидел вполне вольготно но не так вольготно как евгений со своими длинными ногами и тут у меня осталось сантиметров семь боже чуть не забыла ребята я здесь с удивлением обнаружила подогревы пупы на заднем сидении есть подогрева что не понравилось чего нельзя сделать вот здесь вот такую петельку за который принято дергать почему я должна ссувать туда руки попытки ну да петельки нету попытки как-то выкарабкать оттуда вот этот подлокотник который в принципе достаточно удобный в нем есть два подстаканника вот в принципе вы можете водрузить кого-то на заднем сидении посередине а между ног соврав что этот автомобиль не комплектуется багажником поставить у него огромную сумку нужно же налаживать отношения с родственниками из удобного понравились кресла наконец-таки не как на блине сидишь или на каком-то барном стуле без каких-либо вообще там даже попыток имитации боковой поддержки или поддержки для бедер соответственно сидеть удобно единственное что ну вот немножко мне бы хотелось подлиннее подушку ну ну и то это я уже придираюсь принципе кресло удобное у нас как вы видите кожзам кресла могут быть и тряпочными базовой комплектации водительское кресло имеет электрические регулировки пассажирская уже нет багажник открывается вот здесь оба кнопки открывания закрывания багажника электрической нет только ручками зато когда открываешь здесь видишь такой красивый коврик с вышивкой tigo 7 открываешь опять блин я не пойму что у них за проблема с ковырялками нужно ребята ребята китайцы нужно делать везде такие маленькие крючочки зато вот смотрите какая красивая хромирован и открываешь а там а там до катыш лежит вот видите оцените размеры багажника но в принципе когда вы тещи говорили о том что кладя у нее между ног нечто огромное говорили что у вас нет багажника вы почти не собрали пришить небольшой кроссовер и традиционно как у всех небольших кроссоверов и багажник здесь небольшой но он есть и главное что вы можете легко и непринужденно сделав приблизительно вот так оба сложить сидение и получить практически ровный пол вот туда и большое количество места чтобы перевести холодильник одна третья часть сидения тоже складывается это теперь у нас забавно получилось врач вместе с незамерзайкой но и традиционная проверка лены диагональной хопа 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 мне кажется что я сейчас идеально одета под эту машину красно-черно-белые цвета я не подбирала это случайно вышло когда моему мужу надоедят мы эти здравия окончательно и он выгонит меня из дома и в принципе могу и здесь жить не только в крайнем случае что касается шумоизоляции но наконец-таки она хоть какая то есть с премиумом тем же европейским сравниваться глупо но шумка какая-то присутствует я вот помню недавно ездила на subaru forester второго поколения вот это был полнейший угар также я помню год или полтора назад я ездила на другом китайском автомобиле не будем показывать пальцем но скорее всего если вы сидите за каналом леса рулит вы видели этот тест вот там был тоже угар здесь получше шумоизоляцию каким-то образом улучшили и отдельную медаль вот этим вот китайцам я бы выдала за отсутствие в моне в салоне здесь нет запаха если сегодня как всегда мне повезло и на улице 10 градусов то вчера было 25 и вот даже в 25 градусов машина простояла на солнце то есть здесь внутри было там наверно 40 или 50 перед тем как открыть все двери и проветрить ее я села машину специально занюхнуть как я люблю это делать в отношении китайских автомобилей нет запаха не воняет наконец-таки блин что там раньше такое они использовали что в машине стояла такая боль здесь я даже подлокотник занюхнула нет запаха клиренс 19 сантиметров причем обратите внимание короткий и высокий передний свес это сделано для того чтобы ваша мама когда будет забирать вас из школы не поцарапала бампер а бордюр ну или там об сугроб но если вы вдруг собрались на этой машине на бездорожье вы погодите никакого серьезного бездорожья только вот грунтовочка грунтовочка потому что привод здесь бывает исключительно передний ну то есть на рыбалку то доехать вы доедете на ваших таких 18 колесиков симпатичными дисками но не более того бы дебри бездорожные точно эту машину совать не стоит и вот сейчас мы перед переезжаем железнодорожные пути переехали на скорости 20 километров в час подвеска здесь жестковато имейте ввиду что касается руля если вы любите легкие роли то это ваша история я например люблю руль более налитой а здесь он ну например для девушек которые только садятся за руль вот им наверно понравится что здесь можно его просто одним пальчиком крутить очень легкий руль я неделю поездил на этой машине и знаете мне отчасти стало интересно даже откуда произошел такой рывок между теми автомобилями китайскими на которых я раньше ездил и этой машины ну во первых это совершенно новая платформа которая сделана совместно с ягуар land rover во вторых наконец-то они во главу угла поставили нормальный внешний вид и нормальное качество автомобиля внутри в салоне раньше во первых запах во вторых вот эти вот причудливые панели казалось что эту машину создавал просто слепой дизайнер а собирал абсолютно криворукий и тоже под слеповатый мастер да кое-где но пластик как бы такой себе да но вот ты смотришь и нет ощущения того что ну ладно сейчас денег нет потерплю просто нормальная машина нормальные прострочки нормальный экран здесь есть очень неплохая современная задумка с камерой заднего вида и даже камерой кругового обзора вот смотрите классная анимация согласитесь здорово все выглядит задним исключением обратите внимание на качество камеры я вот хоть убить и не поняла а что вот это такое я назвала это крутилка ничего то есть вот это понимаете это декорация возможно сюда планируется какая-то опция которой пока нет и может быть о боге придет счастье и будет здесь полный привод мне не нравится как работает селектор кпп он не прямой знаете вот такой дыр дыр а такой кривой дыр 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 это чисто моя заморочка далее некоторые забавный момент я еду и настраиваю себе там кое-что в экране в отношении музыки и в этот момент пассажир ничего не подозревая себе чуть-чуть регулирует климат и что происходит все что я настраивала до этого нафиг то есть просто все улетела все перри из-за того что пассажир потрогал свою крутилку климата все переключилась в климат и все мои мосты настройки улетели и кстати про климат он здесь раздельный по крайней мере в моей комплектации также есть подогрев руля подогрев лобового стекла и обогрев обеих попочек есть вот такая вот причудливая кнопка е.с. а между ней стрелочки вот тоже поди догадайся что это такое это на самом деле переключение из эко режима в режим спорт и помните я qr-код сканировала ну вот что я увидела китайцы очень хотят понравиться нашему рынку потому что у нас любят кроссоверы благо климат располагает и потому что у нас не так уж много денег и далеко не каждый сейчас может себе купить корейца за 2 3 миллиона рублей они стараются делать все для того чтобы убедить российского покупателя что этих машин уже можно не бояться например дают гарантию на 150 тысяч километров пробега или пять лет которые можно потом расширить еще до 7 лет они не стесняются делать краш тесты из которых она выходит отличником и главное они стараются предлагать конкурентную цену и помните я сказала что я не понимаю кто возьмет эту машину с полутора литровым мотором на механике ведь эта машина не для мамкиных гонщиков а на самом деле причина очень проста это полутора литровый мотор это единственный мотор который агрегатируется с механикой и соответственно это самый дешевый автомобиль он стартует где-то от 1 миллиона 200 тысяч рублей и если воспользоваться всеми выгодами то как раз таки в тот миллион о котором я говорила в самом начале программы и обойдется эта базовая машина машины же побогаче обойдутся в миллион 270 миллион триста восемьдесят соответственно в зависимости от комплектации пересели возможно с автоваза ну или с какой-то очень старой иномарки которая уже сильно начала ломаться а теперь ребята напишите ваше мнение что вы думаете а стоит ли брать такой автомобиль